Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с сегодняшним праздником в памятью святительного чудотворца Николая, архиепископа города Нерликийский. Но прежде чем говорить о его житии, о празднике, я вам зачитаю обращение святейшего патриарха Московского Сеаруси Кирилла в связи с проведением благотворительной акции, которая проводится всегда у нас в День памяти святителя Николая, День милосердия, сострадания ко всем воузах, темничных, приходящихся, то есть ко всем людям, которые находятся в местах, как мы говорим, в истории отдаленных, или иначе говоря, в тюрьмах и ссылках. Возлюбленные Господи Преосвященный Архипастерий, Всечестные Отцы, дорогие братья и сестры, праздник святителя и чудотворца Николая, которого Господь и миротворец показал миру заступника, канон святого Николая. Мы, по сложившейся традиции, совершаем сугубую молитву о тех, кто пребывает в местах лишения свободы и организуем сбор средств на миссию теремного служения в Первопрестольном граде. Помните узников, как бы вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле, заповеду апостол Павел. Христиане неизменно стремятся проявлять милосердие к находящимся в темнице, понимая, что эти люди уже страдают, пожиная плоды своих поступков. Они уже осуждены, и мы признаны не умножать это осуждение, увеличивать их скорбь, а посочувствовать им, помятуя о том, что они также дети Небесного Отца. Люди, пребывающие в местах принудительного содержания, нуждаются в наших молитвах, словах поддержки и утешения, изъятые из привычной среды и разлученные с близкими. Заключенные остаются один на один со своей бедой. Часто именно сострадание и сочувствие дают им силу и надежду на духовное преображение, побуждают переосмыслить жизнь и раскаяться, уверовать во Христа, отъемлющуюся беззаконию ради несказанных путин божественного милосердия и обрести в нем упование. Внимая апостольским словам о том, что Господь пришел призвать неправедников, но гречников к покаянию, вознесем наши искренние молитвы и окажем им посильную помощь в это непростое время на наших униках. Благосостояние Божье пребывает со всеми вами. Кирилл Патриарх Московской, Крестивая Руси, 19 декабря 2022 года. Вот такое послание к нам святейший. Адресует сегодня, который я вам зачитал, и в конце их службы, как обычно будете жертвовать на кружку, эти деньги пойдут на действия нашей тюремной миссии при Русской Параславной Церкви. Ну и сегодня память великого святого годника Божья, память, которую мы совершаем два раза в год, летом и зимой, зимний Никола, как мы говорим. И вместе с тем, не только два раза в год мы празднуем, но и четверг, как день посвященный Сиденту Песедатурству Николаю. Вы тоже знаете, седмица нашей церкви, мы накануне в нашем храме в среду совершаем Акафис, что это делается по всех храмах. И слышали сегодня тропарь, правила веры, образ кротости, в воздержание учителя, и уйдя стадо своему, як и вещь и истина. Правила веры был святитель, чудотворец Николай, поскольку он жил в тяжелое время, конец третьего, начало четвертого века, началось формирование только свода церковных законов, были шатания, разброды, не было всего веры. И он принимал участие в Первом Вселенском Соборе в 325 году, непосредственно участие принимал, когда определились первые шесть членов силы веры и выступил в борьбе против арианства, который не признавал единосущие Бога Сына Христа с Богом Отцом. И был ирианным защитником православной веры, таким, что даже заушил или ударил ария, за что был решен некоторое время священного сана, но потом был восстановлен. И это правило веры, он преподает нам всей своей жизни, всегда отстаивал в чистоту христианского учения, и всегда его придерживался. Образ кротости, вместе с тем, он был очень кротким человеком, смиренным, помогал многим людям, жития вы знаете, как помогал, гельможам, которые спас от неправильного осуждения, царевы гнева, как мы сейчас слышали в своем слове. И трем девицам, которых несчастный отец, за неминенный средств хотел отдать, на нехорошее деяние, он им подкинул деньги, тоже вы про это знаете, и многое-многое другое. Но самое главное еще, он всегда явился защитником путешествий, особенно морских, много раз спасал людей, гибнущих и тонущих, в пучине воды морской, от этой гибели. И поэтому, не случайно, наверное, в каждом корабле есть икона Сидина Николая, поскольку он является покровителем. Воздержание учителю. Воздерживался он всегда и во всем, вел смиренный и кроткий образ жизни, воздержание в еде, питье, словах, делах, поступках и вообще в жизни. Не пользовался никогда никакими излишествами, он всегда был скромен, воздержан, и поэтому является воздержанием учителя. И вот такого великого человека явил Господь стадо своему, якая вещь и истина, то есть пришел, как сам Христос, проповедовать так странную святую церковь в Тропаре святителя и чудотворца Николая. У нас на Руси он особенно почитается, и мы даже не знаем, как тон по национальности, хотя он родился в Патаре, был греком, не знаем, может быть, много его жития, но чтим его, как нашего русского святого, много имени Николаев, много иконы святителя Николая. В каждом городе и весье есть храм святителя и чудотворца Николая, куда мы приходим, молимся и против заступления и молитв, и часто читаем в Аркафиске, и всегда эти молитвы доходят до святителя Николая, и он нас осеняет своим покровом. Поэтому святитель Николай чудотворец, пример строгости в отношении христианской жизни, благости, и пример доброделания, которое он совершал. Всех вас поздравляю с этим прекрасным праздником, и желаем его достойно провести, и помнить, что продолжается рождественский пост. Причастников повторяется, принятие росты Христов в тайне. Храни вас всех Господь. Христос, рождаясь на свадьбе, Христос, небеслящий день, Христос, на земле восклицейся, дайте, Господи, и вся земля, и elkaar. Иний, инис như, инием, Господь, и люди, Well, иди, инием, 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 инием. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.